Нехитрый стимул поощрения самых активных, целеустремленных и талантливых школьников придумали два года назад в Ахрушевской школе. Проект «Дневник лучшего ученика». С ним в 2018 году президент школы Анастасия Городилова заявилась на участие во всероссийском конкурсе. Выиграла грант, на средства организовала призы для победителей проекта. Значки, ручки, блокнот и сам дневник, на котором четко обозначено «Дневник лучшего ученика». Такая награда за труды. Проект направлен на то, чтобы создать какую-то систему мотивации учеников к деятельности в различных сферах. Это и образование, и творчество, и спорт, и общественная деятельность. И, конечно, мне бы хотелось всех успешных учеников, которые имеют какие-то достижения, поощрить, то есть их как-то выделить. В нынешнем учебном году в проекте приняло участие более ста человек. Это те, кто успешно учились, добивались результатов в спорте, творчестве, вели активную общественную деятельность. Я считаю, что этот проект в школе, конечно же, нужен, потому что он как-то стимулирует, наверное, учеников. Они, то есть, свои грамоты предоставляют организаторам конкурса и получают какие-то за них призы. То есть, ну, какой-то стимул стать этим лучшим учеником. Кроме того, организаторы преследовали еще одну цель – узнать как можно больше информации о тех, кто учится рядом, объединить их в одном проекте. Да, я один из победителей номинации «Активная деятельность». В нашей школе, ну, как я считаю, вообще трудно не заниматься этим, потому что это у нас такое основное направление. У нас очень много общественных мероприятий. Фактически каждый месяц там проходит что-то такое большое, грандиозное мероприятие, где я являюсь и организатором, и я являюсь также таким средством массовой информации. Я руководитель проекта «Первый школьный», который направлен на развитие информационно-медийной площадки в школе. Мы создали свой пресс-центр. Увлеченных школьников много, и о них нужно рассказывать. А всевозможные проекты – прекрасная возможность это сделать. Директор школы говорит, инициативы своих учеников приветствуют и всячески помогают их реализовать. «У нас фактически весь комплекс внеурочной деятельности, он сегодня определяется идеями самих детей. Но они, когда этим живут, загораются и начинают воплощать в жизнь, это оказывается вполне даже жизнеспособно и интересно и здорово. У нас уже на протяжении многих лет система эта работает, когда дети сами, уже зная опыт предыдущих классов, предыдущих старшеклассников, учатся у них и они предлагают набор свой каких-то акций, проектов, мероприятий. Мы это все обсуждаем, что-то советуем, предлагаем, может быть, каким-то образом изменить или еще что-то. И в конечном итоге они это пытаются реализовать, воплотить в жизнь. И в целом система получается очень хорошо работающая». Игорь Олин говорит, проект «Дневник лучшего ученика» с одной стороны очень простой, но эта сторона как раз и является привлекательной. Такие проекты придумывают сами дети, и у них самих, без привлечения взрослых, хватает ресурсов для их реализации.